привет друзья с вами алексей стеклов на канале видео ворчон открываем новую рубрику гараж дипломированный автослесарь в свое время это я по дизельным и бензиновым двигателям внутреннего сгорания пятой категории да был такой этап моей жизни в связи с тем что у меня на подфайндере скорее всего пробило прокладку головки блок либо либо треснула головка блока вот просто детс в интернетах куча 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 видосов на эту тему типа вот у вас там пошли пузырьки значит это стопудово пробита прокладка и так далее это не всегда так в случае с насосом дополнительным которые люди сами ставят на подфайндер также как у меня этот насос подключен до печки я расскажу какой методикой сто процентов правильно определить пробой прокладки либо трещину в головке блока почему именно этот способ правильный потому что если у вас установлена дополнительная электрическая помпа который может подсасывать воздух и иногда или завоздушивает ее через верхнюю пробку радиатора если у вас не стоит обратный клапан на магистрали из печки либо это действительно прорыв газов который попадает в систему охлаждения и как это правильно выяснять смотрим двигатель начал потихоньку прогреваться включены прогревочные обороты смотрим идет ли оттуда пар либо синеватый сизый дым смотрим вытекает ли или капает с глушителя антифриз вот такой вот выхлоп антифризом не пахнет дым не сладкий как говорится глушителя капает да но это скорее всего просто пока конденсат смотрим идут ли пузырьки в расширительный бачок в нашем случае идут и как нам теперь выяснить что это подсасывает помпа или это все-таки прорвало прокладку либо лопнула головка блока все очень просто ищем газоанализатор либо сервис с газоанализатором к слову сказать самаре я обзвонил около 20 номеров телефонов около 20 сервисов с горем пополам нашел сервис которым до сих пор жив газоанализатор я не понимаю как работают сервисы без этих газоанализаторов то есть как только пошли пузырьки в бачок наверное сразу снимают башку снимают прокладку там меня то есть это от 20 до 40 тысяч рублей затрат то есть вот так на воздух но напомню что как только я поставил насос дополнительные на систему охлаждения у меня сразу завоздушивала система потому что я не плотно обжал хомуты на насосе помпа подсасывала воздух загоняя его в печку вот было такое пока я не поменял хомутики и все как бы нормализовалось то есть также шли пузырьки в бачок также не хватало антифриза для нормального охлаждения двигателя также завоздушивался основной радиатор но газоанализатор помог мне понять что это не пробило прокладку а именно сосет воздух вот и так же у меня сегодня из печки уже пошел горячий воздух вот но при этом вы видели в бачке газит причем нормально так идет воздух воздух или все-таки отработавшие газы едем к диагностам у которых все-таки нашелся газоанализатор так друзья мы в сервисе напоминаю что это 20 сервис который дозвонился где есть газоанализатор то есть ребята которые отвыкли от карбюраторов новое поколение слесарей скажем так они даже некоторые понятия не имеют что есть такая штука но благо в сервисе на промышленности аврора те кто из самары вот есть такой прибор можно воспользоваться метода простая втыкаем хобот газоанализатора в бачок он покажет сейчас по нулям и заводим наш пепелаций машина заведена услышали как работает помпа то есть она опять качнула воздух и заткнулась смотрим чё на газоанализаторе у нас включаем прогревочные обороты полторы тысячи друзья в общем в бачке идет бурление причем такое нормальное вот но газоанализатор ничего не показал то есть если бы это был прорыв выхлопных отработавших газов то сто процентов бы анализатор это показал а что он должен был показать сейчас сделаем замер на выпуске и будет понятно что это на самом деле анализатор сам калибруется автоматом вот он час откалиброван сейчас будем заводить и смотреть выхлоп щуп стоит так знаете что мы целорода я вот опять итак друзья вы сами все видели в бачке бурлит но газоанализатор не показал ничего для сравнения сделали забор выхлопной трубе газоанализатор показал 0 5 единиц то есть новом что действительно присутствует вот такие дела о чем это говорит что но на 99 и 9 десятых что это не прокладка не головка где-то подсос воздуха как мы его будем устранять и что локализовывать смотрите в следующем видео пока подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки не забывайте оставлять комментарии к этому видео что вам понравилось что не понравилось и главное не болейте пока а